27 ноября в рамках реализации программы повышения квалификации сельских учителей в области финансовой грамотности в зале детской школы искусств Алла Кашихабль прошел семинар повышения квалификации по финансовой грамотности. Мероприятие было проведено Адыгейским государственным университетом совместно с Управлением образования района. Группа преподавателей, которая работает в проекте Минфина России и проект при содействии Всемирного банка по финансовой грамотности, популяризации финансовой грамотности среди различных сельевых аудиторий населения. Приехали для того, чтобы провести установочный семинар в Кашихабльском районе. Представляет эту группу по образовательной программе руководитель нашей проектной группы. Это Курмалиева Зарима Хасанбеевна, доцент экономического факультета Адыгейского государственного университета. Это Хамукова Была Хасанбеевна, доцент факультета педагогики психологии. И Буркова Любовь Леонидовна, доцент факультета педагогики психологии Адыгейский государственный университет. В рамках этой программы мы вообще работаем уже три года. И в этом году именно задействованы, то есть какой-то пласт уже прошла программа по обучению студентов, прошла программа по обучению колледжей, школьников, начиная вот со второго класса. И сейчас второй год в рамках России проходит программа по формированию основы финансовой грамотности среди сельских учителей. В этом году нам очень приятно работать с учителями Кашхабльского района. Поскольку семинар установочный, то что мы планируем дать основы, будут заканчиваться групповыми проектами. Мы проводим не только теоретически сейчас вот блок, и проводим занятия интерактивного характера, где они вот уже сформируют вот такие групповые такие контенты и начнут работать уже у себя дома. Хочу обратить внимание, что для учителей огромная такая поддержка и техническая, и информационная идет со стороны международного финансового центра МФЦ. То есть каждый из учителей имеет возможность войти в систему дистанционного обучения, где представлены все учебники, все учебные пособия, все методические рекомендации, видеоматериалы и так далее. То есть у них есть возможность вот уже сейчас, вот уже в декабре месяце начинать, в общем-то, проектировать и внедрять занятия не только на уроке, да, внеурочной формой деятельности, то, что сейчас очень котируется. Вообще программа «Рассчитан на медведевым» подписан этот проект до 2023 года. А в России уже 10 лет, как эта программа работает, вот на всех уровнях. Зазывается программа обучения финансовой грамотности и методики ее преподавания в системе общего, среднего и финансового просвещения среди различных категорий населения. Зачем нужен этот проект, если, коротко, 53 страны объявили финансовую грамотность на уровне национального проекта? Казалось бы, США, где достаточно развиты эти инструменты, они тоже создавали программу финансовой грамотности. На сегодняшний день все мы сталкиваемся с тем, что мы очень мало знаем об этом, поэтому легко становимся жертвами поведения недобросовестного со стороны, ну, скажем, условно, есть две группы людей. Для одних людей труд является высшей ценностью, и они зарабатывают именно своим трудом. Вторая категория населения – это те, которые хотят первых каким-то образом заставить добровольно поделиться. И очень часто первая категория населения проигрывает. Поэтому финансовая грамотность – это такая же часть культуры человека, как компьютерная грамотность. Без нее мы никуда не можем уйти. По поводу грамотности. Если раньше был подход, что можно было один раз в жизни получить диплом техникума, стать главбухом в банке и доработать до пенсии, то сейчас это уже невозможно. Если раньше было обучение на всю жизнь, то теперь это обучение через всю жизнь. Мы вынуждены, мы бы и не хотели этого делать, но мы вынуждены постоянно находиться в тех условиях, когда мы учимся. Но все мы находимся в одной общей системе образования. Обучение финансовой грамотности построено по модульному признаку. Модульный признак предполагает, что первый модуль – это именно общее понятие банки, страхования, инвестиций, капитал, рынок ценных бумаг. То есть все те проблемы, с которыми мы с вами сталкиваемся в текущей жизни. В семинарии приняли участие 63 педагога из всех общеобразовательных учреждений района. Перед присутствующими с лекцией о финансовой грамотности как элемента функциональной грамотности современного человека и компетенции педагога выступила кандидат педагогических наук Белла Хомукова. В ходе сегодняшнего занятия мы должны будем ответить на вопросы. Обратите внимание на слайд, почему финансовая грамотность относится к функциональной грамотности современного человека, а владение методами ее преподавания к профессиональным компетенциям педагога. В профессиональных компетенции педагога необходимо затронуть вопросы объема соответствующих знаний, которыми должен обладать педагог и их дальнейшего совершенствования. Для качественного преподавания финансовой грамотности в школах и других образовательных организациях педагоги должны постоянно повышать свою квалификацию в данной области, в том числе способом самоподготовки, мониторинга профильной информации, так как мир финансов имеет очень высокую динамику и очень восприимчив к применению технико-технологических инноваций. Объем знаний, которыми необходимо обладать педагогу, обучающему финансовой грамотности, должен превышать объем программы для обучения соответствующей целевой группы. Педагог должен обладать более широким кругозором в предметной области, чем преподаваемая, реализуемая им программа. Это касается и финансовой грамотности. Ориентация педагога за пределами реализуемой программы позволит ему находить ответы на вопросы продвинутых интересующихся предметам обучающихся и тем самым поддерживать высокую планку своего интеллектуального авторитета. По словам доцента факультета педагогики и психологии Любови Бурковой, суть этих мероприятий заключается в том, чтобы педагоги уже в раннем возрасте воспитывали у детей способность планировать бюджет, избегать мошеннических действий, уметь ориентироваться в бизнесе, знать свои права. Все эти факторы играют немаловажную роль в современном мире. Натусик Чмезова, Сергей Лабынцев, Новости Кашхартского района. Субтитры создавал DimaTorzok